Привет, привет, друзья мои! Вот сегодня я с вами опять на своей кухне замечательной. Вот настраивала тут камеру, не знаю, будет ли вам хорошо ли, видно ли, хорошо ли, плохо ли мой стол. Ну вот так. Я сегодня, хоть и на кухне, но я, как видите, не готовить собралась сегодня. А я сегодня хочу вам показать один из таких очень интересных способов рисования на холсте акрилом. И вот вы знаете, я много-много по поводу этой техники слышала, техника заливки акрилом. Я смотрела очень много видео. И я убедилась в том, что я, конечно, вы знаете, такой тоже, как говорю, человек увлекающийся. Я себе сразу накупила всего тут, что нужно для этой техники, потому что там много чего нужно. Вот. Но самое интересное, это не то, что как это все приготовляется, а сам процесс, друзья. Я вот заливки, вы знаете, я что хочу сказать. Он меня просто завораживал. И он просто настолько интересный, потому что каждый раз получаются какие-то разные такие, знаете, краска плывет, она плавает, и она там пузырится. И такие получаются очень красивые виды, скажем так, фантастические просто. Вот. Ну и, конечно, сам процесс тоже интересен. Поэтому вот сегодня я хотела вам, хочу вам показать для тех, кто никогда не видел, может быть, будет интересно. А для тех, кто видел этот процесс, сколько ни смотри, он все равно всегда новый. И все равно он всегда завораживает. Поэтому вот давайте начнем. Что для того, чтобы, значит, заняться этой техникой, сами понимаете, прежде всего нам нужны акриловые краски. Акриловые краски, вот такие, я привезла из России, потому что я давно уже этим занимаюсь. Вот. Я привезла, я купила здесь вот такие акриловые краски. Вот. Они, вы знаете, все эти краски довольно-таки дорогие, друзья. И их совсем тут немножко, видите, да? Потом я нашла вот такие вот акриловые краски. Это, вот видите, металлик, хоть написано и металлик, но тут, то есть по металлу краска. И она такая перламутровая. Но она неплохая. Это тоже акриловые. Вот у меня их тут разных цветов, видите? Вот. Вот такой еще есть. Ну и вот белый. То есть это вот один такой, это в паундовом магазине. Вот один такой тюбик стоит один паунд. Значит, что тут? А, потом вот еще такие я нашла. Это в Теско. Как бы для детей он уже готов. Он такой жиденький, в принципе. Вот я такой купила. Черный. И такой купила белый. Белый не вижу, не знаю. Вот. Значит, акриловая краска прежде всего. Но акриловую краску, так как она разной густоты у нас, это вот совсем густая, вот там немножко пожиже все. Ее нужно всю развести одинаковой консистенции, как вы понимаете. Ее нужно развести до густоты сливок. Вот густых двойных сливок. Значит, как это делается, чем разводится. Во-первых, вам надо вот такие пластиковые стаканчики, чтобы разводить эту краску. Это первое. Ну, стаканчики, по-моему, не представляют проблемы где-то приобрести. Значит, вот мы разводим эту краску, каждый отдельный цвет в отдельном стаканчике, для того, чтобы она была у нас той густоты, которая нам нужна. Мы ее должны, конечно, разбавить какой-то другой жидкостью. Какую другую жидкость мы применяем? Мы применяем, друзья, вот опять наш любимый клей ПВА. Вот он у меня разный. Тот, который здесь продается. Вы можете, может быть, в своем городе найти вот этот клей ПВА. Бывает строительный, недорогой. Пожалуйста, тут, как говорится, любой клей можно применять. И мы применяем, значит, три части клея ПВА и одну часть воды. Сначала готовим вот такой растут. Видите, он у меня тут жидкий, он уже приготовлен. Слышите, болтается? С водой. Но я вам покажу, как я это делала. Во-первых, вода... А, вот у меня еще клей ПВА. Боже, каких только нету. Значит, воду нужно обязательно отстаивать, друзья. Вот она у меня тут в бутылочке. Давным-давно стоит уже. И она конкретно приготовленная для разбавления красок акриловых. Как она готовится? В нее, ну, во-первых, либо из-под крана воду брать нельзя. Не знаю, почему, но вот не рекомендуют художники брать воду из-под крана. Значит, ее нужно либо скипятить, охладить, либо вот, чтобы она у вас долго-долго отстаивалась в какой-то емкости. Если вы этим занимаетесь, вот пусть она у вас себе и стоит. И дальше в эту воду мы добавляем вот такой вот хаз, тут называется. Это 70% спирт специально, как антисептик применяется и применяется вот для разбавления красок всяких и всего. То есть это я вот купила, заказала в интернете. Кстати, вы знаете, тоже это все не дешево, скажем так. Так, поэтому такие маленьких он не продается в емкостях. Вот он тут 500 миллилитров. Не знаю, мне его тут на воды и на воды хватит, потому что я практически занимаюсь этим крайне редко. Ну, пусть будет. Как говорится, к моим хобби добавится, к материалам что-то еще. Значит, я в эту воду добавляю 5% вот этого вот антисептика, 70% спирта. Он не питьевой, как вы понимаете. Вот уже вот таким вот готовым раствором я добавляю в клей ПВА. Три части клея, один часть вот такой воды. И я, значит, добавляю в краску. Вот я вам сейчас, наверное, знаете, что сразу это все покажу. Здесь я уже это добавила, потому что слишком вас долго, как говорится, занимать всей этой такой работой не хотелось. Но одно, одно, как я размешиваю эту краску, я вам покажу. Значит, вот я хочу вот из такой вот красочки вот акриловой. Видите, она густая, синенькая. Вот она мне понравилась. Вот я хочу ее немножко, немножко-немножко сделать. Сейчас. Ой, наверное, много. Вот краску. Дальше мы добавляем... Вот это тоже. Наверное, один к трем. Я добавляю вот этой вот, вот этого вот уже с клеем ПВА водичку. И вот я ее размешиваю. Размешиваю очень тщательно, друзья. Не знаю, там какой-то палочкой. У меня все это подручное. Я могу и карандаш просто взять для размешивания. Абсолютно не играет роли. Вот вы ее размешиваете, размешиваете, размешиваете. Главное здесь не торопиться, чтобы все было размешано очень хорошо. Никаких кусочков, ничего тут у нас бы не было. Вот. Вот я размешала. И размешала вот точно таким же образом. Вот черную краску. Но они опять, вот видите, получается... Так как я беру разные их все, акрилы, какие у меня только есть. А они все разной густоты. Вот эту черную я взяла вот отсюда, видите. Опять же, это я уже с клеем ПВА. Вот эти я взяла вот отсюда. Довольно симпатично. Но очень получается густой. Вот посмотрите, видите, если вам видно. Очень густой. Поэтому сейчас вот это все я еще разбавлю вот этой водой, приготовленной со спиртом, до густоты двойных сливок. Все размешаю. И дальше мы с вами будем это наносить на холст. Боже, закрыть не могу, криво все. Дальше все это мы будем на холст наносить. Самый интересный процесс. В принципе, кто-то, знаете, берет до шести, до пяти цветов краски. Вот видите, я взяла пять. Белую, черную. И вот три вот таких. Вот эту даже не знаю, нужно было мне брать или не нужно. Что-то как-то. Вот. Значит, сейчас я ее потихонечку, каждую буду доводить до густоты, которая мне нужна. Вот этой водой отстоянной. Только наливайте по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы нам никак не навредить, не переборщить с водой. Вот, размешиваю. Ну, смотрю. Ну, это вы уже как бы сами должны чувствовать, ощущать. Вот. То есть, нет, она все еще, все еще, она у меня густая, друзья. Размешиваем опять, доводим. Ну, в принципе, вы знаете, мне нужно, вот я говорю, чтобы она у меня растекалась. Сделать такую консистенцию густых сливок. Чтобы она растекалась по холсту, но не текла совсем уж как вода. То есть, вот. Ну, вот, наверное, вот это вот уже. Это вот уже у нас будет и замечательный такой раствор. Ликвид, который нам и нужен. Значит, сейчас я, чтобы этот процесс не загромождал наше видео, сейчас я разведу вот эти все одинаковой густоты. и мы с вами посмотрим, что же будет дальше.